Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А кто вас благословил? Поклоны делать Библию считать А священник не благословлял считать Ну вообще И любое дело можно извратить так, что не рад будешь даже Что что-то есть Я уже вот сейчас разговор когда ведут Я говорю, давайте просто забудем Ни канонов нету, ни соборов, никого К первому веку вернемся Ну и дальше-то все понятно Соборы только утверждали то А они же не разрушали А вот начинают Зонара, Бальсамон, Аристид Это толкователи, это не каноны Но и толкователи-то Он владыка, он владыка знает меня Прекрасно Он видел иконы мои, владыка Вот И что, надо просто Потом уже делать его рецензии Нужно на фильм Пускать этот фильм или не пускать А сейчас-то чего? Зачем его благословение нужно-то? Вот мы И пускать или не пускать Тоже его ни при чем он тут Просто впереди можно показать Как обычно, книга благословена Патриархам, там, епископам Только для того Чтобы некоторые православные Слепотствующие Они любят эту ремарку сделать А что тут спрашивать-то? Благословение на большое дело На поездку На женитьбу-то Не спрашивай ни у кого А подойди, посоветуйся С матерью, с отцом Она-то в храме Там ежедневно люди на камеры все снимают Они Крещение все Венчание все это снимается Вот А мы с ними просто Как говорится Батюшка просто скажет свое слово Там проповеди снимаются Жена это все не берется Благословение-то Ни на какие А не видите как? Благословение батюшке А я это знал Я подошел к архимандриту Филарету Я говорю, вот мы пришли тут поснимать А он в Потеряевке был Он добрый, секретарь Епархи Да снимайте, снимайте Я подошел И главное для меня кассу снять Как они там это торгуют-то Сразу церковница подскочила А вам кто разрешил? Я говорю, Филарету разрешил Она сразу попятилась Вот Нету этой печати А он разрешит Он добрый-то Но без него нельзя А что снимать в храме-то? В храме все открыто снимают Первый раз они очень были против Никак Но так как я в епархии был Встал и ушел Не стал даже разговаривать больше А они прям на следующий раз Уже сами с камерами И у меня фотографы пришли С центральной газеты Все снимается Все сняли Я когда вышел Тогда был епископ здесь Максим Дмитриев-то И он спросил епископ Ну Как же, Игнатий-то ушел Так он придет? Он говорит, нет Он уже не придет Он на это не пойдет Мы утром договорились Что будем снимать А мы решили Как в одностороннем могли решать Когда я пригласил корреспондентов Договорились Все свободно снимать Но они балуются этим благословением Они любят Как в Икамурии Как старец Зосима говорил Братьях Карамазовых Любили этим играть А люди потворствуют им Ну что? Там, который давно у тебя Там какой-то ролик лежал Я все его жду Когда он появится Наверное, ты про него и забыл уже Я делаю сейчас Что мы позавчера записывали Там интересный Я там сделал вывеску Вставил в это Сделаю ссылку Где вы там С отцом на умом Фотографию нашел Где вы с отцом на умом Старую еще Вот И где вы там Говорите А вот О той поездке Ну то есть Полезно или не полезно Использовать Транспорт Хозяйственный То есть Государственный транспорт В личных нуждах Вот И отрывок вставил Ну Интересный тоже Будет такой ролик А я сейчас только Просмотрел ролик Топорная мудрость Где вы там Ворона Где жарик серым Петр Михалев Просит Говорит Еще Давай Снимать будем эти У него там темы По поводу Церкви есть В общем Он что-то там Накопал По поводу Вот По поводу того Что вы Разделяете церковь На пять Как говорится Пальцев Нет Не надо С ним разговор не надо У него веры Не совсем нет Он просто Привык уже В этом беззаконии жить Зачем мне время Тратить на него Я ему сказал Все Просто надо Представлять Что будет суд Божий Будет спрос за души Которые погублены 413 правилы Нарушается Зачем он раньше Время до 30 лет Только положился Зачем у него Торговля Он пусть Вот это хотя бы Сделает А потом Разговаривать будем И мне не надо Зачем пустословить Он не верит Я ему привожу Все Весь мир крестит Выискивает Где-то что-то Он бы лучше Ничего не знал Старобрядцы Ничего этого не знают И крестят Как положено Нашел Степана Какого-то пятого Да их можно десятых Найти Главное Это для нас Слово Божие Библия Святая Библия Прямо говорит Евнух И Филипп Оба сошли в воду Как князь Владимир крестил Он не лили там Волоса не мочили А в Днепре Крещатик Пусть они выправляют То что напортили Я ему все сказал Повторять мне Время нету Зачем Он не верит Это делал А они там Эти теперь Бросаются Меня кусают Это его прихожане Или порченные Которые Им-то разницы нет Это заложники уже Всю жизнь грешили У них веры-то нету Мы на разных уровнях Говорим Для меня написано И разницы никакой нету Андрей Кураев Это увидел Ну вот Вопрос сейчас Какой Такой Серьезный Я думаю Один из серьезных Вопросов Приемстве Вообще И понимании Благодатности Триманатолической Церкви Вот Насколько она Благодатна Церковь Она в основном Своем Говорит Что конечно Они отступники Там И еретики И все такое Вот А вы однозначно Говорите Что они Благодатные Ну и что из этого Ну пусть он так думает Я так думаю Я ему ссылаюсь Просто Он сразу замолкает Они трусливые Я говорю Патриарх Кирилл У Папы Римского Склонился И благословение берет Подходит Иларион Алфеев Благословляется Он сразу заболк Для него ни канона Ничего не Так вышестоящий Ну на них Ориентиры держи Меня что долбить то Следующий будет За мощи У меня очень четкая позиция Так говорит Господь Бог Они этого не знают Они пускай Молятся об одном Я сегодня нашел Я его выставил В интернете У себя Священника Сейчас я скажу Вот Алексей Уминский Протаерей Протаерей Вот Он является Настоятель храма Живоначальной Троицы В Хохлах Города Москвы Я 12 роликов Его поставил Себе на порум Я уже давно К нему присматривался Отвечает Четко и ясно Я прослушал Сколько И ни в одном месте Никакого замечания нет Он конкретно Вся беда в том Что люди Голос Божий не слышат Надо не просто считать Вот мы как в конце Слушает Раб твой Он прямо говорит Как будто С нами был Другое то я не знаю Но 12 роликов Я взял подряд Им Просто замечательный Говорит А то Говорит Ходим мы Как церковный круг Вот назначено читать То читаем Литургию И как Говорит Завязанной На одном круге Ходим из года в год И думаем А главного то у нас нет Он говорит Как будто Мы за одним столом С ним сидим Не я один Так думает Ну это да Это вопрос Такой неоднозначный Я не знаю Да Отвечает Так С отцом Петром Разговор окончен Никакие Компромиссы Больше не идти Не надо Он тихо Говорит Тихо Тихуши Тихо Всю страну Развалили Как я могу Говорить тихо Об этом Когда вы губите Людей Я должен криком Кричать Писание говорит Возвысь Голос твой На вершине горы Возвысь Чтобы все Слышали А вот все А он говорит Так тихо И он Больше Тут победа За ним Я говорю А после победы Ад Чем она Заканчивается Твоя победа Какая победа Где он увидел Победу Победы Там никаких Победах Можно говорить Победы Такие Прямо Так и говорят Под этим Под роликом Вот Он говорит Как вот Хорошо А я ему Нахамил Кто другое Ой 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 То есть я ему Считаю Библию Они никакие Они Прихожане Каков поп Таков приход Это его Другими Попой-то другие Так же делает Как он Но они Уже высчитали У меня Время на это Нет Тут работает Такая простая Народная Мудрость О вкусах Не спорят Вот Тут кому Лапки нравятся Кому Это Так мне еще Нравится Я привожу Места Священной Библии Об этом Говорится Опираясь На опыт Инатихич Вы места Приводите Но мы Люди Грешные Понимаете У нас Лицеприятие Мы на лица Смотрим Мы смотрим На поведение Человеческое Вот Для нас Это Как бы Это стоит Во голове Угла Для нас Важен Сам человек А не его Мысли Вот Понимаете Поэтому Работает Вот это Как бы Человеческое А духовное Мало кто Подключает Вот смотри Такие Люди Они Все были За царя Как сегодня Все Ну и что Война будет В Ромов Галатский Идти надо А все-таки Волнение было А если еще Пророк Который у тебя есть Есть один Да я не люблю Его слушать Вот ответ какой А почему Он обо мне Хорошо не говорит Он не сказал Что он обо мне Правду не говорит Послали А посыльни Уже Долбит Вот и скажи Как все Он говорит Жив Бог Скажу то Что он мне Скажет А первое слово Какие я сказал Идти на войну Или не идти Их интересовал вопрос Победа будет Или не будет Если с Америки Войну начнут А он ответил Не об этом Это никакого значения Не имеет Я говорю Видел овец Израилевых По горам рассеян И нет у них Пастыря Я это вижу Вижу Патриархию И все Но это не пастухи Какие-то Дельцы от религии Я это и говорю Они все Попы Которые так делают А он Я тебе говорил Он не говорит Обо мне Хорошо Посадите его На хлеб На воду Когда вернусь А ты не вернешься С фронта Тебе уже не вернутся Псы будут лизать Кровь твоя Блудница Омывать будут Вот пусть они Это сначала Применят к себе Я к себе применил Я услышал Пророка Я попросил его Чтобы мне Подражать ему А что Все пророки Не так говорят Он говорит Я видел Господа На небе Шел разговор Как увлечь Ахава И один дух Сказал только Я говорю Сделать духом лжи Войду в уста Я говорю Вот это дух лжи Не вышел нигде Он в уста Всех вошел сегодня Которые лгут Обещают победу Мы до православия Даже не нюхали Пророк Михея Я написал На него стихотворение Что скажет Бог То изрекую я Заученная фраза У Михея К такому в рот Не заползет змея Не нанесет он В уши ахинею Вот как Вы вот Ну вот как Опять же Люди Многие тоже Вот он Говорит Ну Конкретных Ответов Не дает На вопросы Допустим Поднимаем Тему крещения Да Вы вот Предлагаете Всем обливанцам Всем там Макропленцам Перекрещиваться Вот А вы можете Прямо Заявить Сказать Что Кто вот Не перекрестится То есть Не покрестится Правильно Тот не спасется Да я так Я так и говорю Им Нет крещения А без крещения Нет спасения Нет рождения Свыше Они-то это знают Перекрещивания нет Это слово Истребить надо А они были Обмануты И никаких Чрезвычайных Условий Нет Уже 20 с лишним Перестройка Прошла Ни коммунистов Нет Никто не запрещает Они беззаконники Я беру слова Патриарха Алексея Второго Ридигера Бандиты Другого слова Нету Видел я Рассеянные Говорит Овцы Нет пастыря Нет пастыря Они не пастыри Как его это задело Царя А он додумал Он пастырь Он не говорит Иди или не идти Иди Вам Дух лжи Пошедший в уста Он увлек их на это Он будет говорить О католиках О ком-то Зачем мне говорить От меня ничего не зависит Я знаю только одно Где есть истинное рукоположение От апостольских времен Там церковь А уже ереси сколько Нам свои надо сосчитать сначала 413 Канонов попрали 413 Ты их выправишь сначала Убери торговлю из храма Прекратите до 30 лет Рукополагать Священники до 25 В диаконах Вы это хотя бы сделайте Сделайте чтобы Оглашенный Из идите Выполнялось Уже вот 3 пункта 3 А 410 Еще останется Им не выполнить Никогда Зачем Зачем Не надо ничего Все хорошо идет Поздно Поздно Что-то исправлять Я вот смотрю На историю 100 лет назад Повторяется Идентичная ситуация Начали Убивать Смелых людей С одной и с другой стороны Людей которые Заявляют истину Начали Если начали Убивать Таких людей То это все Это Говорит об утверждении Вот этой злобы И войны Что война Неминуема Она начнется Или Если не этим летом То следующим летом Она обязательно Начнется И исправлять Уже что-то поздно Вот меня-то иногда Спрашивают О примирении Возможно Или невозможно Украинцы Дают совет Один Я знаю Одно Что Чужую территорию Брать нельзя Взявший оружие От оружия погибнет Взявший меч Вот и все Вот сейчас поставил Этот фильм Он Два с половиной часа идет Соловьев Президент называется Я его досмотрел Полностью Посмотрел Фильм хороший Ну что сказать Ну дальше-то они не говорят Вот повысили Дали пенсию Пенсию-то повысили Ну допустим На 50% А все вокруг Повысилось за это время На 300% Мы в полтора раза Хуже стали жить Дальше он не говорит Ну Просто Не правда это Он говорит одну сторону А дальше-то не говорит О повышении Цен на все Уже не говорит А без этого Черта бедности За чертой бедности Было столько-столько А где остальные-то Они примерли Когда-то раньше давали Уполномоченным По религиозным культам Отчет Вот Высшестоящий-то И он пишет И он пишет один Вот я приехал Как здесь Были адвентисты А сейчас На 25% Меньше стало Ему говорят А как вы добились Так их было 4 А одна умерла Вот так и здесь Любой вопрос Надо решать С позиции Вечности С позиции Слова Божия И по совести И никакого Разногласия у нас Быть не может Он да Я знаю Я сам обливанец Так что тебя спрашивают А ты никто Обливанец За хвост говорит Да в яму Он зараза Они уже знают И вот крутит И вертит Почему Потому что Я говорю 400 храмов в Москве Они все портят А ты один будешь крестить И кого будешь крестить Кто бы ни пришел Они все моченые А моченого нельзя Ни продать Ни купить Моченому нельзя спасаться У него печать стоит Я прямо Уже увидел это Это не просто Какая-то ошибка Или что-то Тут подыгрывать Им не надо Мы обязаны Возвестить истину И больше ничего Один раз А мы с ним уже Не два раза Уже беседовали С Михалевым Он все это знает Мне спорить не надо Я никогда не спорю Я возвестил истину Спорят кто ничего не знает Эта тема прошла Он другую Ты сначала научись крестить Перепорченных всех покрести Которых обманул Со мной будет он говорить О чем он будет Со мной говорить Когда та тема не окончена Он ничего не сделает Найди всех священников Друзей Позвони Скажи Мы их обманывали Дайте объявление в газетах По радио Заплатите деньги за это Найдите порченных И крестите Как должно быть Другого выхода нету Он порченный Он обманутый Как эти карбюраторы Или форт Делал Вот так и сделайте По всему миру Разошлите Известия Найти И будет второе крещение Руси И все изменится Но им не покрестить Никогда Потому что Ими надо заниматься Людьми Объяснять Перед народом Выйти покаяться Что они разбойники Они не видели Кающегося священника Это Прощенное воскресенье Перед великим постом Это игра Проси Христа ради И выйди Перед народом И скажи Что ты натворил здесь Все которые Родственники ваши Умерли Они были Некрещеные Некрещеный человек За него Церкви даже не молятся Что мы наделали Он бы с колен Не вставал Он лосится Доволен Стриженная борода И косичка У них Что только можно Все извращено Как говорил Царь Последние Свои дни Кругом Измена Трусость И обман Да Это так Это так И мы Когда было Еще дело Раньше До образования Общины Батюшка наш Приходил Тогда Другие священники Нам близкие Отец Геннадий Вас Мы заходили В Покровский собор Он один был здесь И мы стояли у дверей И думали Что сделать Чтобы вот это безобразие Прекратить Чтобы выполнился 5.43 Деяния апостолов Из посторонних Никто не смел Пристать Из посторонних Пусть они выполнят Это правило апостольское У них Входят все Так что 5.13 5.13 Да 5.13 Пасказал Вот И Другого выхода нету Они могут это сделать Не могут Они боятся Оттолкнуть Оттолкнет Значит человек Ничего не купит Он не может Этого сделать То есть Господь говорит Вы не можете слышать То есть Они могут слышать Но это не надо им слышать Мало знаешь Мало спросится Лукавишие Посторонние Кто бы не был Я стоял В Софийском Соборе В Киеве И посчитал За час Зашло 750 И 750 Вышло во время Богослужения Я говорю Вообще Чтобы трамвайную Линию Это там Сделали Надо было В храм Загадить Сюда И остановку Прям внутри Храма Безбожники Нигде Такого нет Чтобы любой Заходил Любое Закрытое Партийное Собрание Мы знаем Как это было И в администрацию Не пройдешь Никого Ни одного Часового Ни одного Смотрителя Нету А ты посчитай В Израиле Как было Смотрели Посчитали Постороннего Язычника Вели Трофима Павел Вел Наверное Двери Заперты Были А тут Плясовисты Отплясали Они опять Дальше Служат Они даже Храм не осветили Оскверненный Жадность Все Сожрала А в эфире Теперь говорят Там помещение Какое-то Большое Откупается Кто хочет Что там делать Уже не смотрят 450 тысяч Только отдай В храме Христа Спасителя Ее спрашивают Говорят Ну а как же У вас иконы А иконы Мы закрываем Они там накинут На них там Платок Или что Тогда можно Все можно Были бы деньги Если настоятель Собирает доход Хороший Платит архитерей Ему двери открыты Везде Это у нас так И у вас так Ну просто Патриарх сказал Он еще нет А он не может Еще сделать Потому что Рядом сидят с ним Не крещеные А моченые Начиная с самого себя А надо выйти И сказать Я первый Показываю вам пример Мы обмануты И поэтому Даже предположить Что я не крещеный Умру Ужас должен Продрать А то на чем Хватается Никон узнал Что сугубая Аллилуйя 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 Слава тебе Божия Должна быть Трегубая Трижды Он говорит Страшно испугался Хотя это Никакого значения Не имеет А теперь Большой Московский собор Да и многие соборы Насправлены Разбойническими Как вы можете Отменять предыдущее Выходит там Духа Святого Не было Крещение Может ли быть Переменено Другим собором О чем вы толкуете Другой собор Может высоту шпиля Решать Годы Которые Установлены До 30 лет Никто не может Менять Это Вселенский собор А его больше не было А следующий Вселенский собор Будет Да не будет Он не может Отменить его Почему Потому что И Господь Вышел 30 летний Там дается Пояснение Мы не можем Перевернуть события В запятки Чтобы Христос Пришел 25 летний Это Израильский закон Учить не имеет права До 30 лет Им сказать нельзя А их учат Учат Всякой мерзости Что попало Вот у нас ребята Пошли в семинарию Я гляжу Виктор сидит Учет Я подошел Экзамены сдавать Что культура И древнее верование Алтайского народа Ой роты Они даже не знают А он сидит Книжка у него И он То есть им надо Уроки натянуть Зачем это Даже конституцию СССР учили И то польза была А это Древнее верование Народа Маленького Тут алтайский Там маленький народ Сам народ Этого не знает А им голову Забивает это Витя везде Пятерки получил А тут четверку Я говорю тебе двойку Надо поставить Ты не должен был Отвечать даже За двойку Потом перевести На пятерку Слово сказать Двойка Это пятерка Кверх ногами наоборот Через копирку Двойка у немцев Хорошая оценка Да у немцев Хорошая Я забыл Французов кажется Двадцати Бальная Ну между делом Почему Зачем они забивают этим Я им говорил Нынче когда Приезжал Архимандрит Я согласен Бесплатно буду везти Я встал ему Показал себя Говорю Ну вот я такой Вам нужен или нет Я не буду меняться Штаны какие у меня Да это не играют Ушел Ну хотя бы один звонок Дали Сказали мы подумали Решили От беды подальше От меня Ни одного звонка нету Как будто не было ничего Они не держат слова Я его нагрузил Книгами Книг дал Не на одну тысячу Архиерею там подарил Не звука Хотя бы спасибо Сказали Хотя не наше слово Спасибо Христос Ничего нету А до этого звонок Сразу был Когда прийти к вам Отец на ум Когда письмо написал Это не один раз Уже так было у меня Мы были Вот Так минутку одну Сейчас я покажу Мы ходили в эту Ну где Миграционная там служба И Ты выстои очередь Ну Никита пошел Там выстоял И позвонил мне После обеда С двух часов Я пришел А там разные Разные южные народы И они стоят Им надо тут зарегистрироваться Устроиться на работу Временно Я потом переспросил И одна бабка подходит У ней Паспортов десять Она один подаст Окошко закрывается Они обрабатывают Там с документами Время много идет Второй А мы с места не двигаемся Я стал присматриваться Там их работают двое Оказалось трое Они там берут Видимо Даром никто это не будет делать Чтобы им в очереди не стоять А очередь большая Ей дают Она паспорта Она первая очередь не теряет И подает И подает Я другой-то жалуюсь Она из девокогорты Я пошел к начальнику Нашел где Он увидел меня Откуда он узнал Или еще он Я такого тоже не видел Он дверь на крючок закрылся Для того интересно Я стою перед дверями Обрати внимание Что у вас делается Коррупция же везде Женщина подошла Он выглянул Увидел меня Опять на дверь На крючок Я тогда Взял Позвонил МОП называется Милиция Так осталось Общественной безопасности Я говорю Так и так Я видел А где вы живете Я здесь И приехал Следователь Ну это было Я сейчас скажу Ну когда мы были с тобой Были-то там А? Да когда это давно Были-то 22 апреля 22 апреля И вот приехал ко мне сюда Я вышел на улицу И мы с ним поговорили Вот и сегодня Получаю письмо У МВД России Полтайскому краю Отдел полиции Номер один Управления Министерства Внутренних дел Российской Федерации Проспект Строитель 46 Город Барнаул Уважаемый Игнатий Тихонович Сообщаю Что по вашему Заявлению В ОП Номер один У МВД России По городу Барнаулу КУСП Номер 12229 А 21 4 15 По факту Жалобы На сотрудников УФМС По улице Шевченко 170 Проведена проверка Материал проверки Направлен В УФМС Россия По Алтайскому краю Федеральной службе В Железнодорожном районе Города Барнаула Для проведения проверки По подведомственности Данное решение Может быть обжалено В прокуратуре Железнодорожного района Либо суде Ботвин Начальник Так это было Это в пятницу Пришло письмо Уже пришло письмо Это прошло всего Несколько дней Еще тут долго Совсем не долго В епархию В патриархию Я допустим 50 писем написал Ни одного ответа Ни разу Они никому не отвечают Они вообще Никому Это разве ни о чем Не говорит Я сталкивался с людьми Которые тоже писали туда Ни одного ответа Не получили Они Ну я так говорю Сейчас о чем О документе В милиции Они работают Они работают Я обратился в КГБ Допустим Раньше Когда судилось Ну Не больше там 25 раз 25 ответов Как мне открыть Радиостанцию свою Дал положительный ответ Начальник Я сделал запрос Скажите Какая была у меня Кличка Когда я проходил Они мне дали ответ У вас клички Никакой не было Проходили под именем Фамилия И все Ну остальные документы Уничтожены Прослушка какая была Следили за мной Говорят А их уже нету Просписка Я в Краевой администрации Был Ну допустим 50 раз 50 ответов В Краевой прокуратуре 60 раз 60 ответов Так мало того Еще комиссию назначат Потеряевку Приедут Наконец земли Мы там маленько Отодрали от них Здесь никакого Движения нету Я стою На прихожей Я говорю Ну хотя бы Я принес приглашение В Потеряевку А у нас бумаги Принимают от посетителей Только в четверг Допустим С 10 Там до 11 Да бумагу Я сейчас говорю Иду с Краевой администрации С Краевого суда Где у меня знакомая Там Везде Бумагу-то принимают Без очереди Секретарь Не под каким видом Я не стал Просто Стал строжиться Я говорю Сейчас же секретаря вызвайте Она прибежала Вот Нигде Такой бюрократии нету Это Что церковь Днем и ночью Открыты Для всех должны быть Я у Виктории Гуго Прочитал Двер с вещей Этого Врача Не должна закрываться А дверь священника Должна быть открыта Это Это никакой Не патриархат Московский Это Как говорится Фирма 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 Не вяжет Сейчас туда Запусти Вот этих Вот ФСБ Налоговую полицию Там их Пересажают По высшим срокам Вплоть до Патриарха Им дадут Высшие сроки Потому что Идет И отмывание Денег И вот Это вот Бизнес-проекты Всевозможные Че там Только не то Мама дорогая Это Скоро все Откроется Людям Люди Обомлеют Люди С ног Упадут Узная Что там происходит Вот в этом Сохрена И прочих Предприятиях Ну так я Выставил Сейчас Послал Одному Ну немного Так Роликов Десять Которые Взял РПЦ В России Тире Сатанинская Секта Патриарх Кирилл Тире Антихрист И прочее Им доменяли Дело Вы своими делами Займитесь Просарапайте Себя по спине Хоть раза два Как Солженицын Проскребите И вот Подскребаются Ко мне Я сказал Мощи захоронить Прах и прах Возвратишься Аж умирают От злобы Я говорю Че вы Как кости Изо рта Вас вытаскиваю Че непонятно Так это Никита Сходил Нет Ну да Отнести Надежде Васильевне Сейчас Ну да Дверь При только так Это сегодня Они так широко Пытаются Показать Шагает Когда до дела Дойдет Ничего не будет Друг друга Будет топить И предавать Меня интересует Только одно Желаешь ты Спасения Или нет Отсюда вывод И страха Божия Нету А страха Божия Нету И разговор окончен Че бы я Время тратил То на них Даже совсем не очень Вот Заголовок Наглый поп Ролик Что там Смирнов Смирнов сидит И рядом священник Звонит Батюшка А вот Как там Берут деньги А сейчас сказали Добровольное пожертвование А там Семьсот рублей И что-то Отвечает он Люди приходят Крестятся Ничего не знают Да хоть деньги С них взять Это официально По всему миру Заголовок Наглый поп Я деньги не беру Вот сегодня У меня один Заплатил уже Пишет Я заплатил деньги От вас я получил Уже книги Но мне К истинному православию Надо Вышите 10 10 экземпляров Я Подарю тут Кому-то там 10 Я посчитал У него Получается За перевод Он сколько положил И там маленько Не хватает Я ему положил 11 Мне сколько раз писали Так я же выписал Три книги А получили 4 Я говорю Это подарок Лучшему вам Другу Ну это Это по законам Торговли Это уже считается Оптовая закупка И обязательно Нужно отблагодарить Да Ну это редкий Это первый случай Такой Он дарит А я ему Это И сверху тоже Подарил У меня нет Никакого дохода Нету Я за чертой Бедности Нахожусь 6217 рублей Все На весь месяц На все Про все Так благодаря тому Что за меня тут Электричество платят За это Ну Я не Не просил никого За интернет А иначе бы я Никак не поправился В эти деньги Это невозможно Им надо самими Собой заниматься Пускай занимается Если будет еще звонить Скажи У меня нет времени Эти темы закрыты Вы ничего не выполняете Я не диспут устраиваю А пробудить ваши Души мертвые Чтобы вы убоялись Бога А вы не боитесь Он тут же Опять выходит И говорит Облизался Как блудница Говорит Потерность Облизалась И говорит А я не ела Вот есть Место такое Писание Третья книга Ездр 16 глава 50 стих 16 50 Как блудница Ненавидит женщину Честную И весьма Благонравную Так правда Возненавидит Неправду Украшающую Себя И обвинит Ее в лицо Когда придет Тот С большой буквы Кто будет Защищать Преследующего Всякий грех На земле Потому Не подражайте Неправде И делам ее Ибо еще немного И неправда Будет удалена С земли А правда Воцарится Над нами Пусть не говорит Грешник Что он Не согрешил Потому что Горящие угли Возгорятся На голове Того Кто говорит Я не согрешил Пред Господом Богом И славой его Господь знает Все дела людей И начинание их И помышление их И сердца их Вот так Поэтому И так Они ненавидят Меня Так и относятся Главное сравнение Как блудится Ненавидит Интересно Ну все Слышимость хорошая Да Я сейчас Благодарю за все С Богом Жду ролик